Последнее, что она сказала, мне написала, в связи с погодными условиями, договором рейса, ваш борт отменен, адвокат мне тут же отпечатал, написала, рейс тут-ту летел, а ваши заявки не проплачены, не копейки, вы мошенники, вы вор, вы присвоили чужие деньги, не хотите их возвращать, вы их и удерживаете, не на свои нужды их тратите. Мы планируем возвращать, не было такого. А зачем вы взяли? Люди месяцами ревут, ваши слезы вам одолются. Мы здесь собрались, потому что нас всех оставили без денег, без тура. Это была организация Абсолют Тур, директором которой является Логина Антонина Павловна и ее мама. В сентябре прошлого года я приобрел путевку в Абсолют Тур, внес первый платеж, это было 117 тысяч рублей, и договорились на рассрочку. 5 октября 2018 года я внес 20 тысяч рублей, первый платеж по рассрочке. 8 октября мы должны были улететь. По идее, 6 октября нам должны были предоставить билеты, но они предоставлены не были. В итоге, тур куплен не был, турагентство нам деньги не вернули. После этого мной было написано заявление, полицию налогенному, о том, чтобы этот случай признали мошенничеством. Полиция мне отказывает, я пишу заявление в прокуратуру на возврат дела, снова полицейскому. Прокуратура мне также отказала. Я пошел в суд по защите прав потребителей, суд выиграл, присвоили порядка 400 тысяч рублей. В итоге она мне возвращала 500, 1000, какие-то копеечные суммы, порядка 20 тысяч рублей за весь северля года она вернула. Это не то, что я хотел бы видеть. Я в мае обратилась к женщине по имени Вдовина Елена, купила у нее путевку в Турцию на сентябрь месяц. В результате, в мае мы забронировали тур, я отдала половину денег, тур был на 90 тысяч, я отдала 45. В августе той же Елене Вдовиной я отдала 45 вторые. За два дня до вылета нам было сказано, что тур нас отменен из-за перенаселения отеля, который мы выбрали, и в связи с какими-то там еще условиями. Мы пришли уже в офис, получается, и нас в известность поставили уже в офисе, что мы никуда не летим, что у нас тур отменен. И уже Антонина Логинова нам сказала, что можете либо возвратить деньги, либо мы вам в течение нескольких дней подберем другой тур. Мы отказались, тут же подписали с ней заявление о возврате денег. Она совершенно спокойно подписала, что в течение пяти рабочих дней она нам их вернет. В течение пяти рабочих дней деньги не были возвращены. Где-то через десять дней она вернула мне десять тысяч. 11 октября я написала заявление в полицию. 21-го мне был вынесен отказ о возбуждении уголовного дела. В связи с отсутствием состава уголовного преступления и предлагают мне обратиться в суд с гражданским иском. Это для меня очень существенная сумма, потому что моя зарплата невелика. Я ее копила больше года. Вы медсестра, да? На сегодняшний день, вот тех, кого мы нашли буквально за сутки, вот мы организовались, 9 человек. Я думаю, что если мы поищем, еще немножко найдутся еще люди, потому что по непроверенной информации есть еще в Екатеринбурге. Ну, то есть что-то вот так вот. Конечно, мы сейчас объединились и мы будем добиваться того, чтобы возбудили уголовное дело. Потому что у нас есть доказательства фактов лжи, обмана. Мы видим, что это все сделано намеренно. То есть мы уже достаточно много обсуждали. У нас у всех повторяющиеся ситуации. Я создала пост, в котором обратилась, что мы ищем потерпевших для объединения усилий, чтобы нам уже объединиться и совместно как-то действовать. На этот пост вот что она ответила. Она пишет про какое-то правовое поле, в рамках которого она имеет право так поступать с нашими деньгами. То есть она вот ходит по какой-то тонкой грани, по которой она мошенничает, но делает это так, что ее очень сложно в этом доказать. Потому что она же не прячется, она отдает по копейке кому-то там, кому-то 5, кому-то 10. Мы пришли в офис турагентства ООО «Абсолют Тур». Оно находится вот в этом здании, здание «Дом уюта». Это интерьерный салон этой же Антонины Логиновой. Здесь мебельный магазин был? Был, да. А где мебель-то все? Ну, вот видите уже. Вот посмотрите. Это все, что осталось, видимо, от мебельного магазина. Деньги принесли? Пока нет. А вы чего не хотели? А как же ваше обещание горячего? Деньги-то куда дели? Ничего ты не организовала, ни копейки не заболтила, ни денежки. По каждому конкретно вопросу у меня были письменные ответы. Если у вас были обращения в полицию, у меня были все объяснения через полицию. Вы должны 400 тысяч мужчине. Вы ему платите по 2 тысячи в месяц. Вы сейчас про кого говорите? Про Александра Пряничникова. Про Александра. Ну, во-первых, на 400. Вы ошибаетесь. 400 тысяч он показал решение суда. Хорошо, точно так же можете к нему подойти, обратиться. И он так же подскажет информацию, что если полностью рассчиталась. Он только что рассказывал историю. Только что с ним говорили. Ну, чудесно. Вы сейчас продаете туры до сих пор? Сейчас мы перестали этим заниматься. Три дня назад. Вы закрыли, да, тоже? Мы в процессе закрыли. А почему? Вы объявили себя банкротом или что? Если конкретно есть какие-то претензии в писанном виде, каждый пропишите, я каждому в писанном виде отвечу. Так, уже ответили, уже все есть у всех. Ну, так есть у всех, кто есть. У всех одна претензия вернуть деньги. На всех одна претензия. В общих словах я могу сказать, что в течение этого года и в течение следующего года я со всеми полностью рассчитаюсь. Мы коллективно будем добиваться возбуждения уголовного бюджета, требовать наказания. Почему мы должны вот это все терпеть-то?